Аллея славы в поселке Хангурей, новые детские площадки в микрорайоне Молодежный, мини-фонтаны, чистый пруд на захребетке, звенящая гармонь над Сахалином и даже собственный территориальный Дед Мороз в Мирном. Все это появилось на территории региона благодаря активной работе ТОСов, которые сегодня набирают популярность по всей стране. 29 августа председатели и активисты территориальных общественных самоуправлений, бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций города Нарьинмара и сельских поселений собрались в Кривеческом музее, чтобы подвести итоги реализованных проектов и наметить планы на будущее. С подробностями Любовь Пермякова. Инициатором встречи городских и сельских ТОСов стал ресурсный центр НКО Ненинского округа. Именно эта организация в прошлом году стала победителем конкурса фонда президентских грантов. Поддержку на высшем уровне получил проект ТОСы Арктики. Мы перед собой поставили задачу год назад, когда написали проект ТОСы Арктики, чтобы объединить территориально-общественное самоуправление для помощи, для укрепления, для того, чтобы территориально-общественное самоуправление могли обращаться в определенное место, в такой проект ТОСы Арктики, получить консультативную помощь, юридическую, бухгалтерскую помощь бесплатно. Сегодня у ресурсного центра, чтобы поддержать лучшие территориальные инициативы, есть все возможности. В команде единомышленников, которые продвигают идеи ТОСовского движения, юрист, бухгалтер, менеджер по проектам. На средства президентского гранта в прошлом году было закуплено необходимое оборудование для проведения различных мероприятий. Самое главное у нас в городе Милимаре ТОСы набирают силу, и поэтому мы уже что-то можем делать, конкретные дела. Также ресурсный центр, кроме нашего проекта ТОСы Арктики по президентскому гранту, у нас также есть грант муниципалитета, по которому мы сейчас проводим конкурс «Лучшая благоустроенная территория», и также будем проводить лучший ландшафтный дизайн. Также ресурсный центр проводит конкурс проектов для ТОСов, которые не зарегистрированы как юридическое лицо. Напомню, сейчас в городе действует 11 территориальных общественных инициатив. Один из самых активных – Захребетный. ТОСовцы регулярно участвуют в субботниках, занимаются благоустройством территории. В прошлом году жители этого микрорайона очистили пруд, заложили аллеи, высадили деревья и даже установили мини-фонтан. В лидерах ТОСовцев и микрорайон Сахалин. Его жители активно участвуют не только в благоустройстве своей территории, но и организации досуга. Фирменной фишкой сахалинцев стал ежегодный праздник «Звени гармонь над Сахалином». У нас иногда столько народу приходит, что всякие конкурсы, игры проводим. Сегодня в основном-то гармонисты солистка Сахарова Елена Петровна и гармонист Чупров Владимир Трифанович. И их двуэт называется «Мы вместе». Они участники всех наших праздников, играют, веселят. Что же касается сельских поселений, то на селе зарегистрировано более трех ТОСов. И им тоже есть чем похвастаться. В рамках президентского гранта у нас очень хороший был микропроект. Микропроект был ТОСа за Хангурей. Они организовали аллею памяти. Заложили аллею памяти, таблички сделали аллею памяти погибшим и воевавшим с поселка Хангурей. Кстати, ресурсный центр не только поддерживает лучшие окружные проекты территориальных самоуправлений, но и занимается обучением его представителей в разных регионах страны. Например, недавно председатель ТОСа «Молодежная» Надежда Соколова вернулась с фестиваля «ТОСы по морю». Это большой совместный проект правительства Архангельской области и Национального парка «Кинозерские». Вы знаете, ТОСы, оказывается, очень-очень много могут сделать. Они всплошь даже деревья, деревни, которые уже погибали, они возрождались с помощью ТОСов. В Бурятии, наоборот, с помощью ТОСов уменьшили в 11 раз в случае пожаров. То есть они настолько обезопасили себя, и вот поэтому действительно загорелось желанием что-то действительно. Они настолько меняют свою ситуацию в своем микрорайоне, в поселке, в деревнях. Они полностью выстраиваются. Мосты строят сами ТОСы. Это вообще потрясающе просто. Впереди у местных ТОСовцев тоже большие планы на будущее. Новые социальные проекты, которые обсудили с ресурсным центром тут же на круглом столе. Планируется, что лучшие из них будут реализованы в течение ближайших двух лет.